Дорогие друзья, всем здравствуйте. Тема нашего подкаста сегодня глоукома. Тема очень объемная и крайне интересная. Расскажет нам все о глоукоме врач-офтальмолог клиники 100 мед Баева Алена Витальевна. Здравствуйте. Алена Витальевна, тема глоукома. Мы уже встречались ранее с вашими коллегами и обсуждали тему катаракты. Насколько я понимаю, что-то тоже приближенное, но мы к этому вернемся. И вот, собственно, глоукома сегодня у нас. И хотелось бы начать, наверное, с такой базы. Что же вообще такое глоукома и что она из себя представляет? Глоукома – это, можно сказать, хроническая патология, при которой повышается внутриглазное давление и в дальнейшем повышенное внутриглазное давление приводит к снижению зрительных функций, а в далеко зашедших и терминальных стадиях может приводить вообще к необратимой слепоте. Смотрите, а вот как-то, когда разговаривали про катаракту, всегда говорили, что, ну, делали акцент на том, что, да, у молодых людей встречается, но все-таки как-то, если мы слышим катаракта, глоукома или еще что-то, мы сразу вспоминаем про таких, ну, пожилых людей уже. А вот что касается глоукомы, все-таки это тоже такой более старший диагноз или у молодых тоже встречается? Чаще всего все-таки, да, встречается глоуком у людей старшего возраста, то есть в среднем это после 40-45 лет, но и не исключается и врожденная, и ювенильная глоукома, то есть здесь уже классификация достаточно объемная, поэтому типы глоуком бывают разные, но чаще всего, да, действительно это люди старшего возраста. А вот в чем такое все-таки принципиальное отличие, чтобы понимать нашим зрителям, да, вот катаракта и глоукома, вот прям вот такое самое важное, глобальное. Чем отличается? Да. Чем отличается катаракта и глоукома? Катаракта – это все-таки нарушение прозрачности оптических сред глаза, то есть в частности хрусталика, а глоукома – это повреждение именно зрительного нерва. Повреждение зрительного нерва, истончение его волокон, истончение слоев сетчатки, и все-таки катаракта – это обратимый процесс, то есть, грубо говоря, хрусталик помутнел, провелась операция, мы поменяли хрусталик, восстановили прозрачность, а при глоукоме все-таки, если это такой далеко зашедший процесс, там, к сожалению, волокна зрительного нерва мы никак не можем восстановить. А вот как раз-таки про восстановление, раз уже затронули эту тему, то есть, это заболевание, которое невозможно вылечить полностью до конца, правильно, да? Все, да, все верно. Но тогда, не знаю, может быть, глупый вопрос, но что тогда его лечить-то? Ну, падает зрение же, ну, падает, ну, пусть падает. Есть, наверное, какие-то тоже нюансы? Да, есть очень много нюансов, то есть, когда диагноз глоукома, в принципе, ставится пациенту, то есть, основная наша задача – это скомпенсировать внутриглазное давление, там уже в зависимости от структур глаза, то есть, чаще всего на начальных стадиях мы корректируем глазное давление каплями, то есть, наша задача из высоких цифр перейти на стабильные, хорошие цифры, которые не будут нарушать именно структуру волокон дискозрительного нерва. Также, кроме этого, существуют, ну, там существуют, в принципе, различные методы, то есть, это все по показаниям. Мы оцениваем структуры, проводя комплексную диагностику, но об этом позже чуть поговорим. И при показаниях также можем использовать лазерные методы лечения, хирургические методы лечения, но там тоже есть много своих нюансов. Ну, смотрите, как раз-таки давайте тогда к диагностике, да, то есть, вот, в принципе, диагностика, она какая-то такая, ну, простая, базовая, или вот вообще как понять, что глоукома есть, и вот как поставить этот диагноз? Вообще, диагностика достаточно объемная и комплексная, то есть, кроме первичного обследования, мы прицельно исследуем зрительный нерв методом оптической когерентной томографии, а также оцениваются поля зрения, а также проводим прицельный осмотр структур угла передней камеры, то есть, простыми словами, мы смотрим ту часть глаза, через которую как раз-таки осуществляется отток именно глазной жидкости. То есть, мы вот провели вот этот весь комплекс, да, поставили диагноз, и вот уже тогда назначается лечение. Оно в любом случае начинается с каких-то, ну, медикаментов или, может быть, сразу назначена операция? Здесь тоже всё индивидуально, то есть, чаще всего, да, это препараты первого выбора, то есть, консервативное лечение – это капли. Далее, если при осмотре структур глаза мы понимаем, что показано лазерное лечение, то к консервативному лечению, то есть, грубо говоря, к лечению каплями, мы добавляем ещё и лазерное лечение. Кроме этого, существует и хирургическое лечение, но там должны быть всё-таки показания к проведению именно хирургии. А вот здесь про показания, наверное, так скажем, ну, просто запущенный, да, случай, то есть, какое-то слишком высокое очень давление, да, тогда назначается хирургия или не только в таких случаях? Здесь, да, чаще всего это при использовании максимального кабельного режима, если мы понимаем, что давление не стабилизируется, и оно, ну, грубо говоря, стабильно повышено, тогда это всё-таки, да, действительно, как уже, как показания к хирургии. Также даже нарушение капельного режима, то есть, если пациент капает нестабильно, пропускает, или капает не в определённое время, да, в котором мы назначаем капли, тогда это тоже является показанием к хирургии. Кроме этого, капли могут вызывать различные аллергические реакции, поэтому даже появление аллергии на капли – это тоже как показание к операции. Смотрите, а если вот мы как-то начали сначала у нас лечение, потом диагностика, и вот сейчас мы пришли к, наверное, симптомам, если так можно назвать, то есть как вот, в принципе, вообще взрослому человеку, да, понять, что у него там не просто снизилось зрение, да, ну, такое же бывает, но просто там со временем всё хуже и хуже видим. Много у кого, да, бывает такое. А вот как именно понять, что у нас вот какое-то такое заболевание, как глоукома, например, или это только всё вот через посещение специалиста? Ну, чаще всего всё-таки мы рекомендуем профилактические осмотры, особенно если генетически человек знает, что там у мамы, у бабушек, у дедушек, у отца была глоукома, после 40 лет в принципе мы каждый год должны контролировать, мерить глазное давление, то есть это как скрининговый такой метод, особенно учитывая наследственность, то есть мы всегда контролируем так более пристально, можно так сказать. Что касается симптомов глоукомы, здесь, ну, глоукома тем и коварна, что не всегда при начальных каких-то стадиях человек может испытывать специфические, грубо говоря, какие-то симптомы, либо жалобы. То есть чаще всего, когда стадия уже далеко зашедшая, когда уже снижается поле зрения, то есть, грубо говоря, распространённая такая история, когда человек едет за рулём, и вдруг как бы из ниоткуда появляется вот машина, он как бы не замечает, не понимает, откуда она взялась, то есть поле зрения уже нарушено, уже какие-то объекты не замечаются пациентам, и вот тогда, только когда уже зрение значимо снижено, тогда уже пациент приходит, и мы выявляем глоукому, то есть такое тоже не исключено. Смотрите, а вот сейчас почему-то пришло в голову, знаете, бывает, что когда давление у нас, ну, обычное, то у нас там есть какие-то боли, например, в висках, и бывает на глаза давит, вот на самом деле, особенно там у метеозависимых, да, вот очень часто вот это проявляется, что прям давит на глаза. А это вот тоже вот часть вот какого-то вот такого вот давления, именно глазного, или это немножко другое? Просто чтобы люди понимали, что если у них там повышенное артериальное давление, да, им давит на глаза, что это не обязательно глоукома, и нужно бежать, то есть это как-то тоже связано? Ну, вообще, да, здесь это не всегда глоукома, то есть если беспокоят головные боли, неврологи часто назначают в консультацию офтальмолога, чтобы там измерить глазное давление, понять, не причина ли всё-таки вот головных болей именно глоукома. Чаще всего вот перечисленные жалобы в виде головных болей, там, например, глазных болей или болей, отдающих в верхнюю челюсть, в висок, то есть чаще всего вот эти жалобы беспокоят при определенном типе закрытой угольной глоукомы, то есть когда нарушается именно отток и уже развивается острый либо подострый приступ глоукомы, то есть это то состояние, которое необходимо именно оккупировать вот в пределах офтальмологического приёма. То есть просто самостоятельно с этой проблемой не разобраться, к сожалению. Алина Витальевна, а вот уже говорили по поводу наследственности, да, то есть если, например, у меня у мамы была глоукома, мне стоит более тщательно за этим следить. А какие ещё факторы риска существуют? Ну там, не знаю, в телефоне долго нельзя там сидеть или близко в телевизор смотреть вот что-нибудь из этого, например? Ну напрямую всё-таки на глоуком это не влияет. Часто при катаракте тоже может развиваться глоукома, то есть когда хрусталик набухает, когда теряется прозрачность хрусталиковых масс и они могут давать увеличение хрусталика в передне-заднем размере, здесь тоже могут перекрываться пути оттока жидкости, и это также может приводить к повышению внутриглазного давления. Также различные сосудистые патологии тоже могут приводить к повышенному внутриглазному давлению, когда образуются сосуды с неправильной стеночкой, грубо говоря, и тоже влияют на угол передней камеры и, соответственно, перекрывают тоже пути оттока. Ну это если простыми словами. Ну то есть у нас в принципе два варианта. Либо это просто передалось наследственно, и ничего ты с этим не сделаешь. Ну можно, да, то есть поддерживать, но не вылечить. Либо это вот как раз-таки было какое-то заболевание другое, которое вот как раз-таки вызвало. То есть так сама по себе, то есть какого-то фактора риска, что там, не знаю, например, ну вот как я говорила, да, там телефон или ещё что-то, то есть вот такие вот вещи вообще никакого не оказывают влияния на развитие. Гаджеты вот именно на развитие глукомы не оказывают прямого влияния, да, действительно. Алена Витальевна, спасибо вам огромное за ваши ответы. Такая достаточно обширная тема, но мы постарались объяснить простыми словами, чтобы всем было понятно. Вам за это огромное спасибо, и приходите к нам ещё. Спасибо вам большое. Спасибо вам, что досмотрели данное видео до конца. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, и не пропускайте новые видео. Всего доброго.